Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам очень интересный и максимально простой рецепт, который идеально подойдет для завтрака. Это творожные оладьи. Они получаются невероятно пышными, нежными, ну а дополнить вы их можете чем угодно на свой вкус. Процесс приготовления максимально простой и займет у вас буквально пару минут. В чаши соединяем яйца, соль, творог, жирность можете использовать любую, сахар, ванильный сахар и кефир. Продукты все желательно использовать комнатной температуры, но яйца и творог у меня из холодильника, поэтому кефир я нагреваю в микроволновке до теплого состояния. И теперь все это необходимо пробить погружным блендером до однородности. Готово! Теперь в один прием просеиваем сразу всю муку и перемешиваем с помощью венчика недолго до однородности. Все комочки муки должны полностью разойтись. Здесь можете экспериментировать. Помимо белой муки можете добавлять цельнозерновую, можете добавлять овсяную и другие виды муки. В итоге тесто должно получиться достаточно густым. Обратите внимание на его консистенцию. Количество муки вы можете регулировать в зависимости от влажности творога, от размера яиц. Я, конечно же, подробный рецепт, как всегда, оставлю в описании под видео. И финальный этап. В самом конце добавляем соду и еще раз все хорошенечко перемешиваем. И теперь оставляем тесто в покое минут на 5-7 и больше теста мы не перемешиваем. Оно за это время немножко как будто бы подойдет, как на дрожжах, но на самом деле это просто сода вступает в реакцию с кислотой творога и кефира. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Если хотите жарить без масла, в само тесто добавьте пару столовых ложек масла и жарьте по типу панкейков на сухой сковороде. Обратите внимание, как буквально за 7 минут тесто увеличилось, каким оно стало воздушным, рыхлым. Не перемешивая его, набираем небольшое количество ложкой и выкладываем на разогретую сковороду. Очень удобно это делать с помощью ложки для мороженого. У меня она небольшого размера, диаметр ее около 4 сантиметров. Жарим оладьи на умеренном огне, чтобы они успели пропечь все внутри и не пригорели. Обжарили с одной стороны до румяного цвета, перевернули и обжарили с другой стороны также до румяного цвета. Обратите внимание, когда вы перевернете оладьи на другую сторону, они прям очень хорошо подрастут. Посмотрите, какие пухленькие румяные красавчики получаются. И эти оладьи практически не опадают после остывания. Так и остаются вот такими пышненькими. А за счет добавления творога эти оладьи получаются невероятно нежными и прекрасно хранятся. Ну, конечно, если вы их не съедите все сразу. Подавать вы их можете с чем угодно, со сметаной, с йогуртом, с медом, с вареньем. Я использую сметану при подаче и свежую малину. Это очень вкусно, а главное супер быстро. Обязательно пробуйте, но я как всегда желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.